Максимальный размер социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц повысили с этого года. Налоговые вычеты будут применяться при подаче декларации по форме 3 НДФЛ. Максимальный размер вычета за обучение ребенка составит 110 тысяч рублей. За свое обучение и за расходы на приобретение лекарств, медицинские услуги, физкультурно-оздоровительные услуги, расходы по договорам негосударственного пенсионного страхования и страхования жизни – 150 тысяч рублей. Величина расходов по дорогостоящему лечению остается прежней и будет неограничена. Для социальных категорий граждан предусмотрены льготы по имущественным налогам. Предоставление льгот физическими лицами носит беззаявительный характер. Если физическое лицо не предоставил заявление в налоговую инспекцию на льготу, то льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральным законодательством. Льготы по транспортному налогу в размере 50% предоставляют пенсионерам, инвалидам, гражданам предпенсионного возраста. На льготы в размере 100% претендуют участники инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, многодетные семьи, участники СВО. Льготы распространяются на одно транспортное средство. Легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил включительно. По налогу на имущество физических лиц льготные категории граждан прописаны в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Это пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, граждане предпенсионного возраста, инвалиды с детства, военнослужащие, ветераны боевых действий. Льготы предоставляют в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. Квартира или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машина-место. Также социальные категории могут получить льготу по земельному налогу. Гражданам предоставляется вычет в размере 6 соток. Вычет предоставляется на один земельный участок с максимальной исчисленной суммой налога. Категория граждан – это пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды боевых действий. За подробной информацией по всем интересующим вопросам обращайтесь в налоговую службу или по телефону Единого контактного центра 8 800 222 22 22. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.